После каждого рейса водитель автобуса второго маршрута Юрий Прокопенко проводит влажную уборку салона, обрабатывает специальными дезинфицирующими средствами – ручки, поручни и полочки. Говорит, это нужно делать не только, чтобы не скапливалась пыль, а для поддержания санитарного состояния в сезон инфекционных и простудных заболеваний. Ведь ежедневно автобусом пользуются сотни горожан. Стараемся всегда поддерживать его в чистом, надлежащем виде. После каждого круга, после каждого рейса стараемся вытирать поручни, протирать стекла, делать так, чтобы пассажирам было комфортно ездить. Специальным раствором протираются поручни, влажной тряпкой, а потом сухой, чтобы пассажирам было комфортно держаться и не мокро было. Дезинфицирующие средства находятся у диспетчера на конечной остановке. Во время рейда по контролю санитарного состояния специалисты ДТТ и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Владислав Минин проверяет наличие у диспетчера обеззараживающих средств. Всегда есть в наличии? Да, всегда есть в наличии. Водители пользуются, вы проверяете это дело? Конечно, да. В соответствии с нормами, снаружи автобус нужно мыть до или после выхода на линию на специальных площадках. Дезинфекцию, влажную уборку салона транспортного средства водители обязаны проводить перед каждым рейсом. Эти правила распространяются и на троллейбусы. После прибытия машины на конечную остановку 5-й километра Балаклавского шоссе сотрудники предприятия «Севэлектроавтотранс» дезинфицируют салон. Поручни протираете, что еще? Поручни, перила, булочки. То есть, где есть прикосновение массового скопления людей, чтобы когда идет массовое заболевание вируса, чтобы не было эпидемии. Водители соглашаются. Поддерживать салон троллейбуса в чистоте необходимо. Ведь пассажиры должны добираться до места назначения не только с комфортом, но и без риска подхватить инфекцию. Каждый день у нас выезжают троллейбусы на линию, и мы заботимся о пассажирах. И каждый день у нас моют троллейбусы. Вечером мы загоняем обязательно троллейбусы на мойку. И все машины моют что внутри, что снаружи. Поэтому у нас чисто троллейбусы. Пассажиры не жалуются? Нет. Специалист Департамента транспорта Владислав Минин считает, что рейд по контролю санитарного состояния общественного транспорта прошел эффективно. Водители относятся к данному мероприятию с пониманием. Проверили мы сегодня порядка 20 автобусов. Замечаний не было установлено. У всех диспетчеров и автобусов имеются как индивидуальные средства защиты, это маски, так и специальные средства дезинфекции, которыми они обрабатывают транспортные средства. Замечаний не было установлено. Автобусы чисты. Все в порядке. Рейды по проверке перевозчиков профильный департамент городского правительства проводят два раза в неделю. Специалисты обращают внимание на возможные дефекты кузова, работу двигателя и соблюдение графиков движения. Санитарное состояние машин сотрудники Департамента транспорта контролируют несколько раз в месяц. Маргарита Чернуха, Денис Александрович, Севенфорумбюро.